Ребятки, привет! Не обратите внимание, как выглядит моя квартира. Мы сейчас активно все убираем. В общем, случилось то, что пока еще неизвестно. Неделя выдалась очень тяжелая, поэтому все закончилось на среде, но сегодня воскресенье, поэтому я все-таки продолжаю снимать. Я более-менее пришла в себя. Были какие-то разногласия с мужем, с родителями. Луна не в то место встала. И несколько дней назад я, поднимая милу, услышала хруст у себя в районе крестца. И теперь у меня постоянно болит, поэтому в понедельник мы поедем к врачу узнать, что там такое. В общем, ничего мази не помогают. И скорее всего, либо трещина снова, потому что у меня уже была такая травма. В 2016 году и 3 месяца я не могла сидеть. Ничего, то есть я могла какое-то время находиться стоя. Сейчас у меня также опять болит. То есть симптомы очень похожи. Но это все равно не повод для того, чтобы бросать свои тренировки. Велотренажер пока отменяется, пока не буду его делать. Буду делать планку, буду делать какие-то другие упражнения, которые... Буду делать, скорее всего, вот эту штуку. И сейчас я активно убираю кухню, помыла здесь, разобралась, потому что сейчас было принято решение, что я буду учиться готовить. Так что постараюсь заснимать моменты, когда буду готовить учиться у свекрови, чтобы вы тоже знали, как готовить индийскую кухню. Вот сейчас моя задача быстренько вот это все помыть, убрать, разложить все нормально. И муж мне купил... Покажу, правда, не обращайте внимание на... Здесь. Вот. Купил мне миксер. Так что теперь тут можно будет по полной программе. Этот Санчжу приготовил для меня специальные... Это называется Хорс Грамм. Ну, в общем, это полезно для меня. И сейчас я буду пить молоко активно много. Вот. Буду принимать таблетки. Ну, и съездим, узнаем, что мне врач скажет. В таком подвешенном состоянии, потому что я не понимаю, снова ли предстоит мне стоять, лежать, но не сидеть три месяца, либо же как-то я обойдусь малой долей, как говорится, там всего этого. Ну, в общем, держите за меня кулачки. И я все равно не отчаиваюсь, я все равно сохраняю позитив, потому что, ну, без него никуда. В любую ситуацию я все равно стараюсь найти положительные стороны. Вот. И это не повод отказываться от активной жизни через боль, но все равно нужно двигаться, нужно что-то делать. И, в общем, моя задача сейчас привести дом в порядок, чтобы вам показать рум-дор. Ну, ребята, всем привет. Я, как всегда, в своем любимом наряде. Ну, в общем, вам понятно, что я влюбилась в эту кофточку. И, в общем, я сейчас планирую заказать еще себе парочку таких вариантов. В общем, делюсь. У нас сегодня уже, конечно, среда. В понедельник турник я ничего не записывала, потому что у меня болела спина. Мы ездили к врачу. В общем, ничего врач конкретного не сказал. Выписал, сделали мне укол, выписал таблетки. В общем, сказала, пропьешь таблетки. Если ничего не пройдет, будет так же. В общем, приедешь. После укола мне стало легче. Конечно, все отпустило. Вот. И под вечер опять начало ныть. Я выпила таблетку. Ну, в общем, вот так вот целый день у меня отдаленно где-то так болит. А к вечеру начинается ныть, потому что, ну, я занимаюсь домашними делами. Я с Милой. И, как бы, видимо, спина уже под вечер устает. Но я сейчас делаю... Я не делаю велотренажер. Отдыхает. Теперь только Санджу на нем занимается. Я сейчас делаю вот этот тренажер. Это получается головой вниз. Полностью голова вниз. И спина расслабляется. Очень... Ну, мне помогает. Мне реально помогает. Ну, давайте начнем с того, что я наконец-то отдравила всю кухню. Так что кухня готова для того, чтобы снимать рум-тур. Наконец-то помыла эти окошки, потому что прямо они меня раздражали. Я даже в инстаграме. Кто не подписан на меня в инстаграм, подписывайтесь. Там я прям в режиме онлайн мыла эти окна. В общем, теперь я могу смотреть на мир. Вы видите, чистыми окошечками. Единственное, что меня раздражает, эти решетки. Я так хочу уговорить Санджу перекрасить белый цвет. Вот когда мы будем строить наш дом, обязательно все решетки будут белого цвета. Ну, стон с окнами, потому что, не знаю, вот эти черные решетки меня очень сильно раздражают. Санджу говорит, что это не наш дом. Зачем это делать? Вот. Зал пока еще тоже находится в стадии этот. И сейчас Санджу очень мне помогает. Он моет полы по утрам. Он, ну, знает всю серьезную ситуацию. У меня уже был перелом крестца в 2016 году. И, как бы, ну, в избежание повторения всего этого, в общем, сейчас он мне помогает активно. Утром он моет полы, подметает. Вот. А я занимаюсь уже то, чем не надо нагибаться. То есть, я мою посуду, поверхности какие-то, везде пыль протираю, везде делаю, навожу порядок, готовлю, ну, делаю видео расхламление для вас. Вот. Выбрасываю все, что не нужно. Нахожу сейчас все, раскрепая. В общем, очищаю нашу квартиру по максимуму, потому что уже, ну, накопилось за три года очень много всего, чем мы не пользуемся, что можно отдать. Вот. Поэтому я это активно занимаюсь. Но, ребята, вчера случилось так, что случилось. И я безумно этому рада. Вот. Хочу быстрее уже бежать вам показать. Мы это сделали. Ребята, раз, два, три. Да. Это моя теперь стиральная машина. Все. Теперь не надо будет ходить к родителям. Теперь я могу стирать по своим правилам. Ставить так, как я хочу стирка. Вот. Вчера мы уже постирали часть вещей, попробовали. Вот. Так что сейчас буду искать порошок, который, ну, действительно хорошо работает, потому что тот порошок, который использует мама Санжи, мне не нравится. Он вообще не работает. От него вообще никакого толка нет. Нам, правда, подарили арель вместе с этим, с машинкой стиральной. Вот. Ну, я тоже небольшой фанат арели. Вот я думаю по поводу персила. Поэтому, девочки, напишите мне в комментариях, каким порошком вы пользуетесь. Для меня важно отстирать Милкины вещи, потому что, когда она жует банан, вся одежда в банане. Вот. Так что поделитесь этим моментом. Ребятки, всем привет. У нас сегодня четверг. Я уже передела кучу дел по дому. Сейчас буду гладить рубашки и футболки с Аджун. Давно этим не занималась. Решила все у него там разобрать в его гардеробе, а то там черт ногу сломит. Вот. И параллельно занимаюсь английским языком по Петрову. Решила, что хотя бы на слух буду воспринимать, пока дела делаю. Хоть как-то буду повышать свой английский язык. Сейчас у меня реклама сейчас включилась. Вот. Так что совмещаю приятное с полезным. Надеюсь, что на этой неделе я покрашусь, потому что мне уже вот это вот раздражает очень сильно. Но пока меня что-то никто не спешит красить. Думаю, придется самой. Так что вот видите, сзади меня вот такую горку мне придется перегладить сегодня. Но, как говорится, ничего страшного. Вот. Отдравила сейчас двери. Из-за того, что сезон дождей, у нас начала образовываться плесень. Это нормально для сезона дождей. И у родителей я вообще молчу. Они на это вообще не обращают внимания. Я прям не могу смотреть. Поэтому взяла чистящее средство специальное и очистила все. Вот. Теперь дверки классные. Так что прям радуюсь я теперь. Осталось еще немножко очистить этот белый налет, который меня уже реально подбешивает. Потому что он мне очень медленно уходит. Вот. Ну, в общем, сейчас активно вычищаю, расслабляю свой дом. И хочу, чтобы по минимуму было вещей. И чтобы можно было наслаждаться свободой, пространством и всем остальным. Так что все. Я пошла гладить. Погладить успела только три футболки. Мила проснулась. Я быстренько спрятала утюг, чтобы она до него не прикоснулась. Теперь деловая сосиска ходит. Скажи всем привет. Скажи всем привет. Вот. У нас тут теперь организовалось пространство для Милы. Сложили все в коробочку. Отдали ей стол. Надо, кстати, его протереть. Это был мой стол для ноутбука. Сейчас у меня ноутбука нет. Вот. Он погиб. И теперь Милка пока тузуется за этим столиком. Ей очень нравится. Так. Сандюк, как всегда, тут разбросал полотенце. Мне, как всегда, все убирать. Вот. Теперь Милка может спокойно доставать игрушки, какие ей надо. Все равно сейчас все через пять минут разбросается. Вот. Просто у нас до коробки... Надо, кстати, какую-нибудь коробку заказать на Амазоне, я так думаю. Вот. Ну, пока пускай будет так. Как говорится, чем проще, тем лучше. Вот. Что еще я хотела вам рассказать? Фокус, 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 фокус. Вот. Постирали мы уже в стиральной машинке. Мне очень нравится. Я у родителей забрала вот такую штуку. Эта дверь пока у нас будет заблокирована. Ну, мы ей не пользуемся, потому что гостей нет. Вот. Так что там будет храниться белье. Вот это вот надо будет куда-то пристроить. Понятия не имею, куда. Вот. Папа тут мне купил супер метелку. Вот. Ну, здесь, что мне нравится, здесь есть заблокирование от детей. Так что, в общем, сейчас мне надо будет постирать постельное белье. Ну, это, по крайней мере, у меня в правилах раз в неделю стирать. Так, здесь у меня я. Вот. В общем, вот эти Мориэлем пока стираю. Саню там заказал какой-то порошок, не знаю какой. Вот. Так что, пока машинкой мы довольны. И, знаете, на днях тут пересматривала видео. Вот так у меня будет лучше. На днях пересматривала видео по поводу холодильника. И увидела, что я выбирала между компанией Вирпул, либо же LG. И вот мы остановились тогда на LG. Представляете, как было бы круто, если бы у нас сейчас и холодильник, и стиральная машинка была бы компанией Вирпул. Вот. А так мы, конечно, тоже склонялись к LG. Вот. Либо же Вирпул. Ну, Вирпул выиграл. Вот. Здравствуйте. Помощница моя. Ты моя помощница маленькая? Маленькая помощница. Да? Ой, сейчас, подождите, у нас курьер. Я тут с вами болтала. Нам пришла очередная посылка, боже мой. Я уже не знаю, куда эти коробки девать. Мы уже половину отдали родителям, они там тоже кому-то передали. Вот. Не знаю, что, кстати, здесь. Что здесь? Надо будет открывать. Ну, что, распакуем вместе. Давайте сначала протрем это все санитайзером. У нас вправила в семье. Ой, мелко. Пошли. Пойдем коробочку откроем. Пойдем откроем, посмотрим, что там нам прислали. Так. Санитайзер взяли. И сейчас, ребята, вот не представляете, сейчас сезон дождей. Дожди идут каждый день. Сегодня тоже был мелкий дождик, иногда крупный. В Индии все очень сильно пострадал Мумбаи. Их вообще там конкретно затопило. Они там бедные. Чуть-то не по пояс в воде ходят. Также многие штаты карнатки затопило. Многие города карнатки затопило. Нас нет, потому что мы находимся на вершине, на горе. И получается весь дождик, который приходит к нам, он стекает вниз. Так что мы тоже являемся небольшими виновниками того, что затопливаем другие города. Вот. Но сейчас вроде как все поутихомирилось. Уже, ну, по крайней мере, новости так сильно об этом не кричат. Поэтому сейчас будем скрывать посылочку и вместе с вами смотреть, что же там. Что же там заказал Мумбаи? Вы знаете, когда приходят такие огромные посылки, у меня сейчас уже нет ощущения, что там что-то такое большое, громоздкое. У меня больше ощущение, что там будет, знаете, вот такое вот что-нибудь маленькое, а все остальное будет бумага. Вот. Давайте проверим, права я или нет. Ну-ка, открывайся давай. Удивите меня, компания Амазон. Что тебе не нравится? Вот. Еще ужасно воняют коробки. Это просто невозможно. Я не знаю, в каких условиях они хранятся. Но если дома хранить коробку, это потом очень долго приходится проветривать помещение, потому что очень сильно воняет. Просто до невозможности. Ну, что ты не хочешь открываться-то? Какая-то красивая коробка. О, смотрите, я уже вижу бумагу. Значит, там будет какое-то маленькое местечко для самой посылочки. Вчера прислали маленькую флешку для Санджо. А коробку прислали прямо, не знаю, как будто целый компьютер решили там отправить. Ну, удиви меня, пожалуйста. Я же говорю, я же говорю. Ну, вот согласитесь, ну, это же ржачно. Ну, правда. Вот это все, вот, по большой сути, да? Что мне теперь с этим делать? Кошмар, Амазон, в общем, как всегда. Так, это подарок Миле. Сейчас быстренько прозефицируем. Это я им завтра, что Санджо купила. А это как раз порошок. Только что я вам... Только что я вам говорила, то, что мне Санджо заказал порошок. Вот, SafeWash от компании Vipro. Vipro производит лампочки, но еще вот решили попробовать у них продукцию. 320 рупий стоит. Милка, Милка. Заметили, да, что у Милы теперь нету черных точек? Потому что я не ставлю. Вот. А бабушка не приходит и не ставит тоже. Так, Санджо купил Миле шарик. Он еще сигнальный. Давайте посмотрим на Миле реакцию на этот шарик. Дуня, папа тебе шарик купил. Мячик. Так, взять, пока его трудно. Так, берем. Машинку брось. Машину положи. Дай маме машинку. Давай, иди знакомься с мячиком. Зачем, Миле, такой мячик? Да, надо мячик, который прыгает. Ну, как говорится, выбор папы. Ну ладно, сейчас посмотрим. Будет она с ним играть, нет? Чего? Не нравится тебе мячик, что ли? Давай, тебе мячик не дали. Тебе не понравился мячик, стой? Тебе мячик, стой, не понравился? Тебе, стой, не понравился мячик, стой? Иди, иди поиграй. Ну-ка, иди. Где у тебя? Скромняшка, стесняшка. Скромняшка, стесняшка. Ой, ребята. У нас теперь наконец-то можно открыть окна. Комаров, москитов нет. Мы хотим еще сейчас заказать магнитную москитку на дверь. Потому что, ну, иногда хочется тоже дверь, чтобы была открыта, проветрить. И, в общем, решили заказать магнитку. Так что на днях она должна будет тоже прийти. Ой, я сейчас так любую, знаете, на кухне помыла окошко. Я вам уже рассказывала. И прям каждый раз, знаете, утром, вечером прям иду. Любой вчера возвращаюсь от родителя. И смотрю на свое окошко. Прям видно, с такой чистотой. Не знаю, что у меня последний месяц. Прям пробило меня на чистоту. Видите, я тут прям активно все. Видимо, просто готовлюсь к ром-туру. И пытаюсь все преобразить в какое-то такое более-менее приличное состояние. Ну, в общем, я пошла доделывать домашние дела. Надо будет сейчас закинуть стирку. Пусть машинка стирает. Я не люблю говорить, знаете, ой, я пойду постираю. Потому что за меня стирает стиральная машинка. Только, как говорится, загрузить да выгрузить и повесить белье. Всем доброе утро. Сегодня пятница. И у нас начинается фестиваль Ганеши. Три дня он будет длиться. Пятница, суббота, воскресенье. Вот, я смогла нацепить на себя свой старенький сальвар. Ну, как старенький. Я его успела немножко поносить снаружи. У меня тут, видите, свой фен. Вот, у меня есть фен, но я не люблю сушить волосы феном, дабы их не портить. Вот, поэтому я обычно сушусь под вентилятор. Вот, надо быстренько сейчас посушиться. Надену дупату и пойду к родителям. Вот, там мама приготовила праздничный завтрак. Вот, Милку надо будет. Сегодня у нее специальная ванна со скрабами, со всякими маслами. В общем, ну, то есть, девчонка по полной программе. И тоже, наверное, как-нибудь я сделаю. И покажу вам рецептики в инстаграм. Как делать эту ванну, в общем, как это принимается. И потом, потом, что у меня по плану. Ой, по плану, что у меня по плану. Доделать какую-то работу. И вот, и по дому, по дому я не буду 3 дня ничего делать. Потому что праздник, в праздник нужно что делать? Нужно отдыхать. Вот, кухонька у меня чистая. Окошки у меня чистые осталось только. В спальне помыть. Не помыла, потому что там у нас разросся овощ. Ой, какой овощ. И сейчас я вам покажу. Вон Сандю его тут обработал. Теперь его здесь нет. Надо будет убрать. И я, наконец-то, помою окошки. Вот, ну, вот это именно в нашей спальне. Потому что везде уже все. Я помыла, я молодец. Вот, так что вот такие вот дела, ребятки. Милка уже там, Милка проснулась. Так что я сейчас досушу свои волосы. Сделаю себе макияж. Нацеплю бинди и синдур. И покажусь вам уже в готовом образе. Ну что, ребята, как-то приблизительно так я буду выглядеть. Вот так я буду выглядеть. Вот это я. Так, надо закрыть окошечко. Сделать, чтобы вам было меня видно. Ребятки, всем привет. Я в новом Цельварчике. У нас сегодня уже суббота. И сейчас курьер доставил новую посылку. Будем вместе с вами сейчас раскрывать, смотреть, что же там пришло. Мне кажется, за эти месяцы мы сделали прям годовую выручку Амазону. Ну, оставляем их на плаву. Вот, несмотря на вирусы, на все остальное. Ну, в общем, я начинаю потихонечку вливаться в онлайн-шоппинг. И даже к нему спокойно относиться. Обычно это проходит все очень масштабно. Все так прям красиво. И Ганеш наряжается, его отправляют в путешествие по воде. Ну, в общем, такой, короче, очень классный большой праздник. Он длится три дня. Завтра еще будет один день в воскресенье. Но в связи с обстоятельствами он отменен. То есть такое прям масштабное праздничество отменено. И будет только уже, ну, такое, знаете, мелкое, небольшое праздничество. Дома сидеть. В общем, в этом году Индия отдыхает от всех глобальных праздников. И, наверное, это, пускай, с одной стороны, хорошо. И нужно, чтобы все отдохнуло. Отдохнуло от людей. Люди отдохнули от всего этого. От всей этой суеты. Вот. И, возможно, задумывались над чем-то нужным. О! О! Пришел порошок. У нас какая-то, знаете, неделя домохозяйки получается. Вот прям так и назову влог. Неделя домохозяйки. Ой, какой он большой. В общем, мы решили взять вот эту компанию. Не знаю, первый раз бы ее пробовать. В России, по-моему, такой компании нет. Решили взять гелевый порошок. Потому что, ну, мне больше нравится гелевая. Из-за обычных таких порошков чаще всего бывает, ну, нужно вычищать, засоряется. А гелевым все равно проще промывать, проделывать. Вот. Почему мы еще заказали. Я уже вам в прошлый раз показывала. Выяснилось то, что этот порошок только для деликатных вещей. Для сари, для шерсти. В общем, он не подходит для обычной стирки. Только для таких вещей. Но такие тоже у нас есть. Поэтому это будет отдельный порошочек для этого. И это уже вот для основной стирки. То есть, как раз тут нарисована именно наша машинка. То есть, для такой машинки с открытым верхом. Буду пробовать, буду тестировать. И обязательно вам потом расскажу, поделюсь. Нравится мне эта индийская продукция или нет. Что есть хорошего. Сегодня, скорее всего, я не буду стирать. Сегодня праздник вообще-то. Вообще. Чем? В праздник что-то делать. В общем, я взяла себе три дня выходных. Вот. И, ребят, еще хотела с вами поговорить на тему. Возможно, ну, как это и прошлая неделя влогов. И эта неделя влога не особо эмоциональна с моей стороны. Просто объясню, почему. Последнее время. Ну, последние, то есть, две недели, да. Я не сильно эмоциональна. То есть, возможно, даже в моем голосе вы как-то заметите, что я не такая прям ваааа. Все супер, все хорошо. Просто сейчас я пытаюсь в своей голове все разложить по полочкам, совмещать. И мое любимое дело, вы знаете, YouTube съемки. Потому что у меня очень много идей, о которых я вам рассказываю. Я не хочу от них отказываться. В то же время соединить в себе все-таки жену и маму. И, в общем, не знаю, пока мне дается этот момент сложно. Но еще, видите, встал вопрос по поводу готовки. И встал вопрос уже так прям конкретно. А я не люблю готовить. Но для меня это вот прям, знаете, я просто почему не ставлю крест на себя? Потому что я раньше и убираться-то особо не любила. Я там раз в месяц убралась бы раньше. Да и ладно, как говорится. А сейчас, не знаю, я настолько вот с переездом в этот дом у меня какое-то вот чувство, знаете, хоть он и съемный дом, но все равно вот ощущение, что я нахожусь дома, и что мне как-то надо вот его преображать. И я это сейчас делаю с любовью. Вот, знаете, я помыла кошки. Вот мы поставили, наконец, москитную сетку. Я помыла кухню. Я разобралась в шкафах, разобралась в каких-то документах. То есть вот я сейчас, заканчивая уборку, заканчивая что-то, я начинаю получать удовольствие от того, что как все красиво лежит, как все красиво блестит. То есть раньше, ну, даже когда я заканчивала уборку, у меня не было такое ощущение, что я устала, я ухайдаклась. Ну, то есть, как бы, знаете, такое всегда заканчивалось на негативной ноте, а сейчас наоборот. Я каждый раз теперь прохожу мимо места, которое я там почистила, прям такая, ой, я сделала, я молодец. Ну, то есть у меня какая-то мотивация, гордость за саму себя, что я это сделала, и что, ну, мне не стыдно, знаете, что там кто-то в любой момент придет ко мне домой, и у меня просто будет реально чисто. И, не знаю, вот это вот состояние, оно с каждым днем все увеличивается, увеличивается, и уже если что-то лежит, например, не на своем месте, у меня тут же реакция это все взять и убрать. Раньше же этого вообще не было. То есть, понимаете, вот, ну, как, я просто объясню свою позицию. Я всегда считаю, что человек может измениться, как бы, ну, поменять там какие-то моменты в себя, и когда мне кто-то упорно втирает, что нет, невозможно измениться, и вообще-то, ну, то есть как ты был, так и остаешься. Да, согласна, если ты не хочешь ничего в себе менять, то, конечно, ты не изменишься. Понятно, что мотивацией для всего этого служит мой муж. И вначале я, конечно, вставала в позу, и вот это вот мое нежелание что-то делать, да, можно сказать, типа, ой, ты прогнулась там под своего мужа. На самом деле нет, ребята. Это я даже в какой-то степени благодарна Сандюй, потому что вот ощущение жизни в чистоте, то, как вот все гармонично лежит, и ты знаешь, что где ты можешь взять, и вот это вот мне дает возможность, знаете, в своей жизни разобраться. Потому что когда везде хлам, и в голове тоже этот хлам, и видите, я начала разбираться в своей голове, начала там копаться, находить какие-то варианты, ну, как вот себя, да, там, мотивировать и выходить из этого состояния, и все вокруг стало тоже меняться, и мне это приносит сейчас большое-большое удовольствие. Поэтому я не ставлю крест, возможно, и от готовки я когда-то начну получать удовольствие, и мне это будет нравиться. Поэтому вот теперь у меня новый этап пробовать что-то другое. Ну и плюс, конечно, английский язык. Это вот такая сейчас самая главная тема. И не знаю, как бы я ее не откладывала, я понимаю, что уже надо. Уже мы живем три года, и начинаются уже проблемы в плане понимания друг друга, потому что хочется уже пообщаться на более глобальные темы, а примитив уже не работает. И тут уже начинаются трудности, поэтому сейчас моя задача все-таки понять эту грамматику, добить ее и действительно вывести себя на новый уровень. И вообще хочу реально выводить себя на новые уровни. И хватит заправдываться тем, что вот у меня же депрессия, у меня же состояние. Знаете, вот в прошлой неделе, в общем, когда мы ругались с Андерем, и он сказал такую фразу, типа, долго ты будешь этим прикрываться? И я могу вам сказать одно, что тогда меня это обидело, а сейчас, когда у меня эмоции поутихли, здравый смысл пришел, я действительно поняла, что раз я уже, да, то есть состояние 60%, я выхожу из этого, то есть я чувствую, что 60% все, я очищаюсь, и еще 40% там есть, но я цепляюсь за эти 40%, как, знаете, как за ниточку сказать, а я не буду, а я не хочу, а я не умею, а не получится. То есть вот это вот, я сейчас сконцентрируюсь на том, что я смогу выучить английский язык, я смогу учиться готовить, я смогу развивать себя как личности, я смогу сделать те мечты, которые я хочу. и никакие там, знаете, вот это у меня депрессия, все, я для себя, благодаря верно вот этому, поняла, что, да, мне удобно прикрываться этим словом, мне удобно прикрываться этим состоянием, но если я хочу чего-то добиться, если я действительно хочу двигаться вперед, то зачем я сама себя торможу, а наоборот не поддаю себе газа, чтобы идти вперед, ведь по сути, я ничего не теряю от того, что я стала убираться, я ничего не потеряла, я наоборот, знаете, нашла какие-то новые способы, как убирать быстрее, я стала смотреть, что это занимает уже не так много времени, что когда я завершаю, я получаю позитивную энергию, вместо отрицательной, то есть как бы я вижу одни только плюсы от того, что я переборола себя, человек, который действительно не любил убираться, для которого слово уборка, это было что-то ужасное, сейчас я реально от этого кайфую, и мне нравится, и муж замечает это, то есть он, несмотря даже на то, что у меня болит спина, но до сих пор он продолжает болеть, я все равно это делаю, и я забываюсь, в эти моменты я забываюсь, я получаю большое-большое удовольствие, поэтому, возможно, эмоционально я сейчас такая, знаете, на каких-то качельках, но я точно постараюсь сейчас все это сложить пазл, в один пазл, в одну такую линейку, и выстроить свой день так, чтобы у меня было время записывать влоги для вас, записывать отдельные видео, монтировать, изучать английский, быть с дочерью, готовить, убираться, в общем, я сейчас в своей голове составляю план, который мне поможет рационально распределить свое время, и получать удовольствие от того, что жизнь кипит, жизнь двигается, я действительно этого хотела, чтобы мой день был заряжен, не просто села и посидела, знаете, целый день ничем не занимаюсь, я действительно принесла какую-то пользу для себя, и для своих близких, так что я меняюсь, и если кто-то тоже сейчас сидит и думает, что ничего невозможно, все возможно, девочка, которая ненавидела убираться, сейчас получает это удовольствие, и попробуйте, можно и вы тоже пересмотреть какие-то моменты, и знаете, это круто, это круто, что есть такая возможность у человека меняться, и не ради кого-то, а действительно ради себя, ради того, чтобы стать лучшей версией себя, и снять какое-то напряжение в семье, я очень благодарна Сан-Джу, что он сейчас помогает, он продолжает так же мыть полы, потому что он не хочет, чтобы у меня снова опять начались эти сильнейшие боли, и это меня еще больше мотивирует, что он входит в мое положение, и поэтому я решила войти в его положение, в общем, наконец-то услышала мужа, наконец-то услышала, что он мне хочет сказать, и да, депрессия, ребята, это не повод от того, чтобы отказываться жить, правда, жизнь это шанс, который каждый день, когда мы просыпаемся, мы можем что-то сделать, что-то изменить, поэтому давайте меняться вместе со мной, вот, и надеюсь, что вы не сильно взгрустнули, вот, но я постараюсь, я говорю, войти в новый ритм, и уже радовать вас с новыми видео, и в том формате, в котором мне хочется делать, мне хочется это продвигать, и продвигаться дальше, поэтому... у нас еще вечер в субботу, мы решили тут выйти прогуляться, вот, ко мне тут вся наша семья, Милка, и Милка тоже в маске, смотрите, в общем, дышим свежим воздухом через маску, хоть-хоть так, немножко прогуляться, у нас практически здесь безлюдно, видите, только несколько людей, здесь у нас везде идет стройка активно, так что, гуляем, наслаждаемся природой, как я недавно говорила в инстаграм, потому что я очень соскучилась по природе, и вот меня решили выгулять вместе с Милой, и, кстати, Милка спокойно сидит в маске, я думала, она ее будет снимать, а нет, смотрите, как примерный гражданин, соблюдает все правила карантина, едет в маске, а, Милка? Милка, папай, стой, Милок? Ты моя девочка сладкая, дедушка наш? Дедушка? Хай! Я вас очень люблю Я благодарю вас за поддержку Я благодарю вас за добрые слова И мы с вами обязательно увидимся в новом влоге Пока